Всем доброго времени суток! Сегодня у нас грушевое варенье. Для его приготовления я беру 2 килограмма груш. Правило номер один, они должны быть свежие и желательно сорваны не более как за 2 часа до начала приготовления. Как я уже сказала, правило номер второе, что плоды у нас сорваны или сняты специальным приспособлением. Я режу на кусочки и добавляю 1 килограмм сахара на 2 килограмма груш. Это правило номер три. Здесь необходимо немного поиграть количеством фрукты и сахара с тем, чтобы всего было в меру. Потому что если много будет фрукты, это будет способствовать потере консистенции варенья. В то же время сахар сильно кристаллизируется, поэтому его тоже должно быть определенное количество. Я оставила на несколько часов грушу с сахаром и она дала вот такой вот обильный сок. Поэтому никакой воды в грушевое варенье добавлять не надо. После этого я довожу до кипения на медленном огне. Дальше кипячу его и появляется пена, я ее не убираю. Она в процессе кипения варенья просто уйдет. Сильно, знаете, с таким энтузиазмом мешать варенье не надо. Да потихоньку, понемногу, с тем, чтобы тоже не нарушалась вот эта консистенция. Оно у меня проварилось 15 минут. Я его сначала отставила до остывания и затем опять довела до кипения. Здесь мы можем также экспериментировать с натуральными ароматизаторами и добавками. Так, помимо сахара, можно добавлять еще в варенье мед. Я это сегодня не делаю, но это касается любого варенья. Также можно розовый перец добавлять, изюм, орехи. Очень много различных ингредиентов, которые мы добавляем. Вы видите, что у меня варенье уже загустело. Я второй раз буду кипятить его 1 час. И вы видите, что варенье меняет цвет. Это тоже такой момент важный, потому что чем больше вы будете его кипятить, тем более темное оно будет. Но я обычно кипячу 1 час. Я добавляю лимонную кислоту минут за 10 до окончания варки. 1 чайная ложка лимонной кислоты на обозначенный объем груш и сахара. Все это опять тоже перемешала. Прокипячу еще 10 минут и буду накладывать в банки. Важно, что на 1 сантиметр не докладываем до окончания горлышка банки. И готовность мы проверяем по капельке варенья. Когда мы капнем, оно не растекается, значит варенье готово. Ну а пока мы с вами прощаемся. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!